О Генри Мадам Бо-Пип на ранчо Эпиграф У крошки Бо-Пип голосок охрип, Разбежались её овечки. Не надо их звать, все вернутся опять, Хвосты завернув в колечки. Сказки матушки гусыни — Тётя Елен, — весело сказала Октавия, Метко швырнув чёрными лайковыми перчатками Важного персидского кота на подоконнике. Я нищая! — Ты так любишь преувеличивать, дорогая Октавия, — Мягко заметила тётя Елен, опуская газету. — Если у тебя сейчас нет мелочи на конфеты, Поищи мой кошелёк в ящике письменного стола. Октавия Бо-При сняла шляпу и, обняв руками колени, Уселась на низенькой скамеечке рядом с креслом своей тёти. Но и в этом неудобном положении её тонкая гибкая фигура, Облачённая в модный траурный костюм, Не потеряла своей грациозности. Октавия тщетно пыталась придать требуемую обстоятельствами серьёзность Своему юному оживлённому лицу и сверкающим жизнерадостным глазам. — Тётя, милая, дело не в конфетах. Это самая настоящая, ничем не прикрытая, скучная нищета. Меня ждут платья в рассрочку, Чищенные бензином перчатки и, может быть, обеды в час дня. Я только что от моего поверенного тёти. И... Подайте, сударыня, бедная, бездоленный. Цветы, мадам? Бутоньерку, сударь? Карандаши, сэр? Три штуки пять центов. Помогите, бедный вдове. Хорошо у меня получается, тётечка. Илья напрасно брала уроки декламации, И моё ораторское искусство не поможет мне снискать хлеб насущный. — Постарайся хоть на минутку быть серьёзной, дорогая, — Сказала тётя Лен, роняя газету на пол. И объясни мне, что это значит? Состояние полковника Бупри? — Состояние полковника Бупри, — прервала Октавия, Сопровождая свои слова неожиданным драматическим жестом, Солидно, как воздушный замок. Недвижимость полковника Бупри — ветер. Акции полковника Бупри — вода. Прибыли полковника Бупри — выбыли. — Данной речи не хватает юридических терминов, Которые мне только что пришлось выслушивать в течение часа, Но в переводе они означают именно это. — Октавия! Было заметно, что тётя Лена беспокоена. — Я не могу поверить. Он производил впечатление миллионера, И ведь его представили сами депейстеры. — Октавия рассмеялась. — О мёртвых ничего, тётя. Даже и конца поговорки. — Милейший полковник! Какой подделкой он оказался? — Свои обязательства я выполнила честно. Вот я вся здесь. Глаза, пальцы, ногти, молодость, Старинный рот, Завидные светские связи, Что и требовалось по контракту. Никаких дутых акций. — Октавия подняла с пола газету. — Но я не собираюсь хныкать. Так, кажется, называются жалобы на судьбу. Она спокойно переворачивала страницы газеты. — Курс акций не нужно. Светские новости с этим покончено. Вот моя страница. Спрос и предложение труда. Посмотрим предложение. Горничные, кухарки, продавщицы, стенографистки. — Дорогая! Голос тети Элен дрогнул. — Не говори так, прошу тебя. Даже если твои дела в столь плачевном состоянии, Остаются мои три тысячи. Октавия вскочила и запечатлела звонкий поцелуй На нежной восковой щеке чопорной старой девы. — Тетя, душечка! Ваших трех тысяч хватает только на ваш любимый китайский чай И на стерилизованные сливки для кота. Я знаю, что вы будете рады помочь мне, Но я предпочту пасть с горных высот, Подобно Вильзевулу. Я буду работать. Другого выхода нет. Я... Ах, я совсем забыла. Кое-что уцелело в катастрофе. Кораль... Нет, ранчо. В... Ах, да, в Техасе. Актив, как выразился милейший Беннистер. Как он был доволен, что может хоть что-то сказать. Где-то в этих глупых бумагах, которые он заставил меня взять с собой, Есть описание ранчо. Я сейчас поищу. Октавия нашла свою сумку и извлекла из нее длинный конверт С отпечатанными на машинке документами. Ранчо в Техасе, вздохнула тетя Лен. По-моему, больше похоже на пассив, чем на актив. Ведь там водятся скалопендры, ковбои и фанданго. Ранчо де ла Сомбрас, читала Октавия ядовито-реловые строчки. Расположено в 110 милях к юго-востоку от Сан-Антонио И в 38 милях от Напаля, ближайшей железнодорожной станции. Ранчо включает 7680 акров орошаемых земель, право собственности на которые утверждено патентом штата, и 22 квадратных мили, или 14 080 акров, частично арендованных, частично купленных на основании акта о 20-летних рассрочке. На ранчо 8000 породистых овец-мереносов, необходимое количество лошадей, повозок и прочего оборудования, дом из кирпича, 6 комнат, удобно меблированных согласно с требованиям климата. Все обнесено крепкой изгородью из колючей проволоки. Теперешний управляющий производит впечатление человека умелого и надежного. В его руках дело, которое сильно пострадало от небрежности и дурного управления, начинает приносить доход. Эта собственность приобретена полковником Бопри у одного из западных оросительных синдикатов. Право на владение представляется несомненным. При правильном управлении, и учитывая естественное возрастание стоимости участка, ранчо де ла Сомбраст может стать для своего владельца надежным источником приличного дохода. Когда Октавия кончила, тетя Лен издала нечто, настолько напоминавшее презрительное фырканье, насколько это допускается хорошим тоном. «В этом описании», — сказала она с непреклонной подозрительностью столичной жительницы, «не упоминается ни о скалопендрах, ни об индейцах. И ведь ты никогда не любила баранины, Октавия. Не понимаю, какую пользу ты собираешься извлечь из этой пустыни». Но Октавия не слышала. Ее глаза смотрели в беспредельную даль. Лицо осветилось священным безумием исследователя, беспокойным стремлением искателя приключений. Вдруг она ликующе захлопала в ладоши. «Проблема разрешается сама собой. Я поеду на это раньше. Я буду там жить. Я научусь любить баранину и попробую отыскать положительные стороны в характере скалопендр. На почтительном расстоянии, разумеется. Это как раз то, что мне нужно. Новая жизнь на смену старой, которая кончается сегодня. Это выход, тетя, а не тупик. Подумайте только. Скачка по просторам прерий, ветер, треплющие волосы, возвращение к земле. Снова сказки, растущие травы и диких цветов без названия. Это будет дивно. Как, по-вашему, стать ли мне пастушкой в АТО, в соломенной шляпе с посохом, чтобы отгонять гадких волков от овечек, или типичной стриженной девушкой с ранчо на западе? Помните иллюстрации в воскресных газетах? Пожалуй, я предпочту второе. И мое изображение тоже появится в газете. Я верхом на лошади, а с седла свисают пумы, сраженные моей рукой. И будет подпись. С 5-й авеню в прерии Техаса. А рядом напечатают фотографии старого особняка ван-дрессеров и церкви, где я венчалась. В редакциях нет моего портрета, но я его закажу художнику. Я буду дикая, косматая и буду продавать свою шерсть. Октавия! Не слово, тетя. Я еду. Я увижу ночное небо, опрокинутое над землей, как крышка огромной масленки. Я опять подружусь со звездами, ведь я не болтала с ними с тех пор, как была совсем крошкой. Я хочу уехать. Мне все надоело. Я рада, что у меня нет денег. Я готова благословить полковника Бопри за это раньше и простить мне его мыльные пузыри. Пусть жизнь будет трудной и одинокой. Я... Так мне и надо. Мое сердце было закрыто для всего, кроме жалкого тщеславия. И я... Ах, я хочу уехать отсюда и забыть. Забыть. Октавия неожиданно соскользнула на пол, спрятала разгоревшееся лицо в коленях тетки и зарыдала. Тетя Лен склонилась над ней и погладила каштановые волосы. Я не знала, мягко сказала она. Этого я не знала. Кто это был, дорогая? Когда миссис Октавия Бопри, урожденная в Андрессе, сошла с поезда в напале, она на мгновение утратила ту светскую уверенность, которая отличала каждое ее движение. Город возник совсем недавно и, казалось, был сооружен наспех из неотесанных бревен и хлопающего брезента. И хотя в поведении личности, слонявшихся по станции, не было ничего вызывающего, чувствовалось, что каждый из граждан города готов и к нападению, и к отпору. Октавия стояла на платформе у входа на телеграф и пыталась угадать. Управляющий должен был бы сразу найти ее, подумала она, сердясь, что ей приходится ждать. Не так уж многого напали молодых женщин, одетых в самые модные серые дорожные костюмы. И вот, пока Октавия выискивала в толпе возможных управляющих, она, вздрогнув от удивления, осознала, что по платформе к поезду спешит Тедди Уэстлейк, или, по крайней мере, его загорелый призрак, в шевиотовом костюме, высоких сапогах и в шляпе с кожаной лентой. Теодор Уэстлейк младший, почти чемпион любительского пола, легкомысленный мотылек и небокоптитель, но возмужавший, уверенный в себе Тедди, более определенный и законченный, чем тот, которого она помнила со времен их последней встречи год тому назад. Он заметил Октавию почти в тот же момент, круто повернул и с былой непосредственностью направился прямо к ней. Нечто вроде священного трепета охватило Октавию, когда она рассмотрела вблизи его странную метаморфозу. Густой, красно-коричневый загар особенно подчеркивал желтые, как солома, усики и серые, как сталь, глаза. Он казался повзрослевшим и почему-то далеким. Но когда он заговорил, это был прежний мальчишка Тедди. Они были друзьями детства. — Теви! Его недоумение отказывалось укладываться в связную речь. — Как? Что? Когда? Откуда? — Поездом, — ответила Октавия. — Необходимость. Десять минут назад. Из дому. — Ты испортил себе цвет лица, Тедди. — Ну, как, что, когда, откуда? — Я работаю неподалеку, — сказал Тедди, искусе оглядывая платформу, как человек, пытающийся соединить вежливость и долг. — Не заметила ли ты в поезде старую даму с седыми буклями и пуделем, занявшую два места своими свертками и скандалившую с проводником? — Кажется, нет, — ответила Октавия, размышляя. — А ты случайно не заметил высокого человека с седыми усами, одетого в синюю рубаху и кольты, у которого в волосах торчал клок овечьей шерсти? — Да сколько угодно. А тебе знаком подобный индивид? — Нет, описание продиктовано воображением. А почему тебя интересует седовласая дама? Твоя знакомая? — Никогда ее не видел. Портрет создан фантазией. — Это владелица ранчо, где я зарабатываю себе на хлеб с маслом. Ранчо де ла Сомбрас. Я приехал встретить ее по телеграмме поверенного. Октавия прислонилась к стене телеграфа. — Возможно ли это? Неужели он не знает? — Ты управляющая этого ранчо? — спросила она растерянно. — Да, — гордо ответил Тедди. — Я миссис Бупри, — сказала Октавия тихо. — Только мои волосы никак не завиваются, и я была вежлива с проводником. На мгновение Тедди стал опять взрослым, чужим и бесконечно далеким. — Надеюсь, вы извините меня, — сказал он неловко. — Видите ли, я год прожил в прерии, я не слыхал. — Будьте добры, дайте мне ваши квитанции, я погружу багаж в фургон. — Его отвезет Хосе, а мы поедем вперед на двуколке. Сидя рядом с Тедди в легкой двуколке, запряженной белоснежной парой диких испанских лошадей, Октавия забыла о прошлом и будущем, завороженное настоящим. Городок остался позади, и они неслись по ровной дороге на юг. Потом дорога исчезла, двуколка помчалась по бескрайнему ковру, кудрявой мескитовой травы. Стука колес не было слышно, неутомимые лошади шли ровным галопом. Ветер, напоенный ароматом тысяч акров синих и желтых степных цветов, упоительно свистел в ушах. Возникало пьянящее чувство полета и безграничной свободы. Октавия молчала, охваченная чисто физическим ощущением блаженства. Тедди, казалось, решал какую-то проблему. «Я буду называть вас мадама», — сообщил он результат своих размышлений. «Так вас будут называть мексиканцы». «На ранчо работают почти одни мексиканцы. Мне кажется, так будет правильно». «Превосходно, мистер Уэстлейк», — чопортно сказал Октавию. «Нет, послушайте», — сказал Тедди в некотором замешательстве, «это уж слишком, вы не находите?» «Не приставайте ко мне с вашим противным этикетом. Я только-только начала жить. Не напоминайте мне ни о чем искусственном». «Почему этот воздух нельзя разливать по бутылкам? Уже ради него одного стоило приехать». «Ой, смотрите, олень!» «Заяц», — сказал Тедди, не повернув головы. «А можно я буду править?» — спросила раскрасневшаяся Октавия, глядя на него умоляющими, как у ребенка, глазами. «С одним условием. Разрешите, можно я буду курить?» «Когда угодно», — воскликнула Октавия, торжественно беря вожжи. «А куда мне править?» «Курс юго-юго-восток на всех парусах. Видите эту черную точку на горизонте, пониже тех облаков, с Мексиканского залива?» «Это дубовая роща и ориентир. Курс посредине между рощей и холмиком слева. Сейчас я продекламирую вам правила управления лошадьми в прериях Техаса. Не распускать вожжи и почаще ругаться». «Я слишком счастлива, чтобы ругаться, Тед. «Зачем только люди покупают яхты и ездят в салон вагона, когда двуколка, пара одров и вот такое весеннее утро могут удовлетворить все земные желания?» «Я попрошу вас», — запротестовал Тедди, тщетно чиркая спичкой о крыло двуколки, «не называть о драме этих обитателей воздуха. Они способны отмахать сто миль за день». Наконец ему удалось прикурить сигару от огонька, спрятанного в ладони. «Простор!» — убежденно заявила Октавия. «Вот откуда это чувство. Теперь я знаю, чего мне не хватало. Простора, пространства, места для курения», — прозаически заметил Тедди. «Я люблю курить дуколки. Ветер вдувает и выдувает дым из легких, и экономится энергия на затяжку». «Мадама», — спросил удивленно Тедди, — «почему вам пришло в голову покинуть общество и явиться сюда? Или среди высших классов теперь модно проводить сезон на овечьем ранчо вместо Ньюпорта?» «Я разорилась, Тедди. У меня, кроме ранчо, не осталось ничего, даже другого дома». «Послушайте», — сказал Тедди обеспокоенно, но недоверчиво. «Вы шутите?» «Когда мой муж», — сказала Октавия смущенно, комкая последнее слово, — «скончался три месяца назад, я считала, что обладаю достаточным количеством земных благ». Его поверенный вдребезги разнес эту теорию в шестидесятиминутной лекции, проиллюстрированной соответствующими документами. «А вы ничего не слышали об очередной приходе золотой молодежи Манхэттена бросать поло и окна клубов, чтобы стать управляющими на овечьем ранчо в Техасе?» «Что касается меня, это объяснить нетрудно», — не задумываясь, ответил Тедди. «Мне пришлось взяться за работу. В Нью-Йорке для меня работы не было. Поэтому я покружился возле старика Сэндфорда, он был членом синдиката, которому принадлежало раньше до того, как полковник Боб При его купил, и получил тут место. Сначала я не был управляющим. Я целые дни мотался в седле, изучая дело в подробностях, пока во всем не разобрался. Я понял причины убытков и сообразил, как можно их избежать. И тогда Сэндфорда вручил мне бразды правления. Я получаю сто долларов в месяц и могу сказать, недаром». «Бедный Тедди», — улыбнулась Октавиа. «О нет, мне нравится. Я откладываю половину моего жалования и крепок, как втулка от бочки. Это лучше пола». «А хватит тут на хлеб, чай и варенье другому изгою цивилизации?» «Весенняя стрижка», — сказал управляющий, — «как раз покрыла прошлогодний дефицит. Прежде бессмысленные расходы и небрежность были здесь правилом. Осенняя стрижка даст небольшой положительный баланс. К следующему году будет варенье». Когда в четыре часа дня лошади обогнули пологий холм, поросший кустарником, и обрушились двойным белоснежным вихрем на ранчо де ла Сомбрас, Октавия вскрикнула от восторга. Величественная дубовая роща бросала густую прохладную тень, которой ранчо было обязано своим именем. «Де ла Сомбрас» — «Ранчо теней». Под деревьями стоял одноэтажный дом из красного кирпича. Высокий сводчатый проход, живописно украшенный цветущими кактусами и висящими терракотовыми вазами, делил его пополам. Дом окружала низкая широкая веранда, увитая зеленью, а вокруг тянулись садовый газон и живая изгородь. Позади дома поблескивал на солнце длинный узкий пруд. Дальше виднелись хижины мексиканских батраков, загоны для овец, станки для стрижки. Справа простирались невысокие холмы, слева безграничная зеленая прерия сливалась с голубыми небесами. «Какая прелесть, Тедди!» — прошептала Октавия. «Я... я приехала домой». «Не так уж плохо для овечьего ранчо», — согласился Тедди с извинительной гордостью. Откуда-то из травы выскочил мексиканский юноша и занялся лошадьми. Хозяйка и управляющие вошли в дом. «Это миссис Макентайр», — сказал Тедди, когда навстречу им на веранду вышла добродушная аккуратная старушка. «Миссис Мак, это наша хозяйка. С дороги ей, наверное, не повредит тарелка бобов и кусок бекона». Подобные наветы на продовольственные ресурсы ранчо вызвали у миссис Макентайр экономки и такой же неотъемлемой принадлежности усадьбы, как пруд или дубы, вполне понятное негодование, которое она как раз собиралась излить, когда Октавия заговорила. «О, миссис Макентайр, не извиняйтесь за Тедди. Да, я зову его Тедди. Так его зовут все, кто знает, что его нельзя принимать всерьез. Мы с ним играли в бирюльки и вырезали бумажные кораблики еще в незапамятные времена. «Никто не обращает внимания на его слова». «Да», — сказал Тедди, — «никто не обращает внимания на его слова при условии, что он их больше повторять не будет». Октавия бросила на него быстрый лукавый взгляд из-под опущенных ресниц. Взгляд, который Тедди когда-то называл ударом в челюсть. Но загорелое обветренное лицо хранило простодушное выражение. И нельзя было предположить, что Тедди на что-то намекает. «Несомненно», — думала Октавия. «Он забыл». «Мистер Уэстлейк любит пошутить», — заметила миссис Макентайр, сопровождая Октавию в комнате. «Но», — прибавила она лояльно, — «здешние обитатели всегда принимают к сведению его слова, когда он говорит серьезно. Не могу представить, во что превратилось бы это место без него». Для хозяйки ранчо были приготовлены две комнаты в восточном крыле дома. Когда она вошла, ее охватило уныние. Такими пустыми и голыми они показались ей. Но она быстро сообразила, что климат здесь субтропический, и оценила продуманность меблировки. Большие окна были распахнуты, и белые занавески бились в морском бризе, клившемся через широкие жалюзи. Прохладные циновки устилали пол, глубокие плетеные кресла манили отдохнуть, стены были оклеены веселыми светло-зелеными обоями. Целую стену гостиной закрывали книги на некрашенных сосновых полках. Октавия сразу кинулась к ним. Перед ней была хорошо подобранная библиотека. Ей бросились в глаза заголовки романов и путешествий, совсем недавно вышедших из печати. Сообразив, что подобная роскошь как-то не вяжется с глушью, где царила баранина, скалопендра и лишения, она с интуитивной женской подозрительностью начала просматривать титульные листы книг. На каждом томе широким розчерком было написано имя Теодора Уэстлейка-младшего. Октавия, утомленная дорогой, в этот вечер легла спать рано. Она блаженно отдыхала в белой прохладной постели, но сон долго не приходил. Она прислушивалась к незнакомым звукам, мешавшим ей своей новизной, к отрывистому тявканью койотов, к неумолчной симфонии ветра, к далекому кваканью лягушек у пруда, к жалобе концертина в мексиканском поселке. Ее сердце теснили противоречивые чувства, благодарность и протест, успокоенность и смятение, одиночество и ощущение дружеской заботы, счастье и старая щемящая боль. И она, как всякая другая женщина на ее месте, искала и нашла облегчение в беспричинном потоке сладких слез. А последние слова, которые она пробормотала, засыпая, были «Он забыл». Управляющий ранчо де Лассомбрас не был дилетантом. Он был работягой. Дом еще спал, а он уже отправлялся в утренний объезд статы лагерей. Это было, собственно говоря, обязанностью главного объездчика, старика-мексиканца, с внешностью и манерами владительного князя. Но Тедди, судя по всему, предпочитал полагаться на собственные глаза. Если не было спешной работы, он обычно возвращался к восьми вечера и завтракал с Октавией и миссис Макентайр за маленьким столом, накрытым на центральной веранде. Он приносил с собой веселье, живительную свежесть и запах прейей. Через несколько дней после приезда он заставил Октавию достать амазонку и укоротить ее, насколько это требовалось, из-за колючих зарослей. С некоторой опаской Октавия наделала амазонку и кожаные гетры, также предписанные Тедди, и на горячей лошадке отправилась с ним обозревать свои владения. Он показал ей все – стада овец и баранов, пасущихся ягнят, чаны для замачивания шерсти, станки для стрижки, отборных мереносов на особом пастбище, водоемы, приготовленные к летней засухе, и отчитался в своем управлении с неугасающим мальчишеским энтузиазмом. Куда девался прежний Тедди, которого она так хорошо знала? Эту черту мальчишества она всегда любила в нем, но теперь, кроме этой черты, как будто ничего не осталось. Куда исчезли его сентиментальность, его прежнее изменчивое настроение, то бурной влюбленности, то изысканной рыцарской преданности, то душераздирающего отчаяния, его нелепая нежность и надменное безразличие, вечно сменявшие друг друга. Он был тонкой, почти артистической натурой. Она знала, что этому великосветскому спортсмену Щеголю свойственны более высокие стремления. Он писал стихи, он немного занимался живописью, он разбирался в искусстве, и когда-то он делился с ней мыслями и надеждами. Но теперь, ей пришлось это признать, Тедди забаррикадировала от нее свой внутренний мир, и она видела только управляющего ранчо Делла Сомбрас и веселого товарища, который простил и забыл. Почему-то ей вспомнилось описание ранчо, составленное мистером Беннистером. Все обнесено крепкой изгородью из колючей проволоки. «Тедди тоже огорожен», — сказала себе Октавия. Ей было нетрудно догадаться, почему он воздвиг свои укрепления. Все началось на балу у Хаммерсмитов. Незадолго до этого она решила принять полковника Бопри и его миллионы, цену совсем невысокую при ее наружности и связях в самых недоступных сферах. Тедди сделала ей предложение, со всей свойственной ему стремительностью и пылкостью, а она поглядела ему в глаза и сказала неумолимо и холодно, «Прошу никогда больше не говорить мне подобной чепухи». «Хорошо», — сказал Тедди с новым и чужим выражением. И теперь Тедди был обнесен крепкой изгородью из колючей проволоки. Во время первой поездки по ранчо на Тедди снизошло вдохновения, и он окрестил Октавию «Мадам Бо Пип» по имени девочки из сказок матушки Гусыни. Прозвище, подсказанное сходством имен и занятий, показалось ему необычайно удачным, и он называл ее так постоянно. Мексиканцы на ранчо подхватили это имя, прибавив лишний слог, так как не могли произнести конечного «П», и вполне серьезно величали Октавию «Ла Мадама Бо Пиппи». Постепенно это прозвище проявилось в округе, и название «ранчо Бо Пипп» употреблялось не реже, чем «ранчо де ла Сомбрас». Наступил долгий период жары между маем и сентябрем, когда на ранчо работы мало. Октавия проводила дни, вкушая лотос. Книги, гамак, переписка с немногими близкими подругами, новый интерес к старой коробке акварельных красок и мольберту помогали коротать душные дневные часы. А сумерки всегда приносили радость. Лучше всего была захватывающая скачка стедди в лунном свете по овеянным ветром просторам, когда их общество составляли только парящий лунь или испуганная сова. Часто из поселка приходили мексиканцы с гитарами и пели заунывные, надрывающие душу песни. Иногда долгая уютная болтовня на прохладной веранде, бесконечное состязание в остроумии между Тедди и миссис Макентайр, чье шотландское лукавство нередко одерживало верх над веселой шутливостью Тедди. Вечера сменяли друг друга, складываясь в недели и месяцы. Тихие, томные, ароматные вечера. Вечера, когда, возможно, сам Амур бродил, крутя лассо по этим загадочным пастбищам, но ограда Тедди оставалась крепкой. Как-то июньским вечером мадам Бо Пип и ее управляющие сидели на восточной веранде. Тедди долго строил научные прогнозы относительно продажи осеннего настрига по 24 цента и, истощив всевозможные предположения, окутался анестезирующим дымом гаванской сигары. Только такой непросвещенный наблюдатель, как женщина, мог столько времени не замечать, что, по крайней мере, треть жалования Тедди улетучивается с дымом этих импортных регалий. «Тедди», — неожиданно и довольно резко сказал Октавия, «что вам дает работа на ранчо?» «Сто в месяц», — без запинки ответил Тедди, «и полное содержание». «Я думаю, мне придется вас уволить». «Не выйдет», — ухмыльнулся Тедди. «Почему это?» «Контракт. По условиям продажи вы не имеете права расторгать ранее заключенные контракты». «Мое истекает в 12 часов ночи 31 декабря. В ночь на 1 января вы можете встать и уволить меня. А если вы попытаетесь сделать это раньше, у меня будут все законные основания для предъявления иска». Октавия, видимо, взвешивала последствия такого шага. «Но», — весело продолжал Тедди, «я сам подумываю об отставке». Качалка его собеседницы замерла. Октавия ясно почувствовала, что кругом повсюду скалопендры и индейцы, и громадная безжизненная унылая пустыня, а за ним изгородь из колючей проволоки. «Кроме вандрессовской гордости существовало и вандрессовское сердце». «Конечно, Тедди», — заметила она, разыгрывая вежливый интерес, «здесь очень одиноко, и вас влечет прежняя жизнь, пола, омары, театры, балы». «Никогда не любил балов», — добродетельно возразил Тедди. «Вы стареете, Тедди, ваша память слабее. Никто не видел, чтобы вы пропустили хоть один бал, разве что вы танцевали в это время на другом, и вы пренебрегали правилами хорошего тона, слишком часто приглашая одну и ту же даму. Как звали эту Форбс? Ну, Пучеглазую Майбл?» «Нет, Адель. Майбл — это та, у которой острые локти. И Адель совсем не Пучеглазая, это ее душа рвется наружу. Мы беседовали о Санетах и Верлеоне. Вы танцевали с ней пять раз у Хаммерсмитов». «Где у Хаммерсмитов?» — рассеянно спросил Тедди. «На балу!» — ядовито сказала Октавия. «О чем мы говорили?» «Насколько я помню, о глазах», ответил Тедди после некоторого размышления. «И о локтях». «У этих Хаммерсмитов», — продолжала Октавия, милую светскую болтовню, подавив отчаянное желание выдрать клок выгоревших золотистых волос из головы, уютно покоившейся на спинке шезлонга. «У этих Хаммерсмитов было слишком много денег. Рудники, кажется. Во всяком случае, что-то, приносившее сколько-то с тонны. В их доме было невозможно получить стакан простой воды. Вам непременно предлагали шампанское. На этом балу всего было сверх меры». «Да», — сказал Тедди. «А сколько народу?» — продолжала Октавия, сознавая, что впадает в восторженную скороговорку школьницы, описывающей свое первое появление в свете. «На балконах было жарче, чем в комнатах. Я что-то потеряла на этом балу». Тон последней фразы был рассчитан на то, чтобы обезвредить целые мили колючей проволоки. «Я тоже», — признался Тедди, понизив голос. «Перчатку», — сказала Октавия, отступая, как только враг приблизился к ее траншеям. «Касту», — сказал Тедди, отводя свой авангард без малейших потерь. «Я весь вечер общался с одним из хаммерсмитовских рудокопов. Парень не вынимал рук из карманов и, как архангел, вещал о циановых заводах, штреках, горизонтах и желобах. «Серую перчатку, почти совсем новую», — горестно вздохнула Октавия. «Стоящий был этот парень Макардал, человек, который ненавидит анчоусы и лифты, который грызет горы, как сухарики, и строит воздушные туннели, который никогда в жизни не болтал чепухи. Вы подписали заявление о возобновлении аренды, мадама? 31-му оно должно быть в земельном управлении». Тедди лениво повернул голову. Кресло Октавии было пусто. Некая скалопендра, проползая путем, начертанным судьбой, разрешила ситуацию. Случилось это рано утром, когда Октавия и миссис Макентайр подрезали жимолысь на западной веранде. Тедди, получив известие, что ночная гроза разогнала стадо овец, исчез еще до рассвета. Скалопендра, ведомая роком, появилась на полу веранды и затем, когда визг женщин подсказал ей дальнейшие действия, со всех своих желтых ног бросилась в открытую дверь крайней комнаты – комнаты Тедди. За нею, вооружившись домашней утварью, отобранной по принципу длинны и теряя драгоценное время в попытках занять арьергардную позицию, последовали Октавия и миссис Макентайр, боязливо подбирая юбки. В комнате Скалопендра не было видно, и ее грядущие убийцы принялись за тщательные, хотя и осторожные поиски своей жертвы. Но и в разгаре опасного и захватывающего приключения Октавия, очутившись в святилище Тедди, испытывала трепетное любопытство. В этой комнате сидел он наедине со своими мыслями, которыми он теперь ни с кем не делился, и мечтами, которые он теперь никому не поверял. Это была комната спартанца или солдата. Один угол занимала широкая брезентовая койка, другой — небольшой книжный шкаф, третий — грозная стойка с винчестерами и дробовиками. У стены стоял огромный письменный стол, заваленный корреспонденцией, справочниками и документами. Скалопендра проявила гениальные способности, ухитрившись спрятаться в этой полупустой комнате. Миссис Макентайр тыкала ручкой метлы под книжный шкаф. Октавия подошла к постели. Тедди в торопях оставил комнату в полном беспорядке. Горничная мексиканка не успела ее убрать. Большая подушка еще хранила отпечаток его головы. Октавия осенила мысль, что отвратительное создание могло забраться на постели, спрятаться там, чтобы укусить Тедди, ибо скалопендры жестоко мстят управляющим, где только могут. Октавия осторожно перевернула подушку и чуть было не позвала на помощь. Там лежало что-то длинное, тонкое, темное. Но она вовремя удержалась и схватила перчатку. Серую перчатку. Безнадежно измятую. Надо полагать за те бесчисленные ночи, которые она пролежала под подушкой человека, забывшего бал у Хаммерсмитов. Тед, должно быть, так торопился утром, что на этот раз забыл скрыть ее в дневном тайнике. Даже управляющие, люди, как известно, хитрые и изворотливые, иногда попадаются. Октавия спрятала серую перчатку за корсаж утреннего летнего платья. Это была ее перчатка. Люди, которые окружают себя крепкой изгородью и помнят бал у Хаммерсмитов только по разговору с Рудокопом о штреках, не имеют права владеть подобными предметами. Но все-таки какой рай эти прерии! Как они цветут и благоухают, когда находится то, что давно считалось потерянным. Как упоителен бьющийся в окна свежий утренний ветерок, напоенный дыханием желтых цветов ротамы. И разве нельзя постоять минутку, сияющими, устремленными вдаль глазами, мечтая о том, что ошибку можно исправить? — Почему миссис Макентайр так нелепо тычет повсюду метлой? — Нашла! — сказала миссис Макентайр, хлопая дверью. — Вот она! — Вы что-то потеряли? — спросила Октавия с вежливым равнодушием. — Гадина! — яростно воскликнула миссис Макентайр. — Разве вы о ней забыли? — Вдвоем они уничтожили Скалопендру. Такова была ее награда за то, что с ее помощью вновь отыскалась потерянная на балу у Хаммерсмитов. Очевидно, Тедди не забыл о перчатке и, вернувшись на закате, предпринял тщательные, хотя и тайные поиски. Но нашел он ее только поздно вечером, на залитой лунным светом в восточной веранде. Перчатка была на руке, которую он считал навеки для себя потерянной. И поэтому он решился повторить некую чепуху, повторять которую ему когда-то строго запретили. А града Тедди рухнула. На этот раз тщеславие не стояло на пути, и любовный дуэт прозвучал так естественно и успешно, как и должно быть между пылким пастухом и нежной пастушкой. Прерии превратились в сад. Ранчо де ла Сомбра стала Ранчо Света. Через несколько дней Октавия получила от мистера Беннистера ответ на письмо, в котором она просила его выяснить некоторые вопросы, связанные с Ранчо. Вот часть этого письма. Я не совсем понял ваше упоминание об овечьем Ранчо. Через два месяца после вашего отъезда было установлено, что означенное Ранчо не являлось собственностью полковника Бопри, поскольку документально было доказано, что перед смертью оно было продано. Об этом мы сообщили вашему управляющему мистеру Уэстлейку, который незамедлительно перекупил таковое. Не представляю, каким образом этот факт мог остаться неизвестным вам. Прошу вас незамедлительно обратиться к вышеупомянутому джентльмену, который, по крайней мере, подтвердит мое сообщение. Когда Октавия разыскала Тедди, она была настроена очень воинственно. «Что вам дает работа на Ранчо?» — повторила она свой прежний вопрос. «Сто...» — начал было Тедди, но увидел по ее лицу, что ей все известно. В ее руке было письмо мистера Беннистера, и он понял, что игра кончена. «Это мое Ранчо», — признался он, как улеченный школьник. «Чего стоит управляющий, который со временем не вытеснит своего хозяина?» «Чему ты здесь работаешь?» — упорствовала Октавия, тщетно пытаясь подобрать ключ к загадке Тедди. «Говоря на чистоту, Тедди, — сказал Тедди с невозмутимой откровенностью, — не ради жалования. Его только-только хватало на табак и на крем от загара. На юг меня послали доктора. Правое легкое что-то захандрило из-за переутомления от гимнастики и пола. Мне требовался климат, озон, отдых и тому подобное». Мгновенно Октавия очутилась в непосредственной близости от пораженного органа. Письмо мистера Беннистера соскользнуло на пол. «Теперь оно здорово, Тедди?» «Как мискидный пень. Я обманул тебя в одном. Я заплатил 50 тысяч за твое Ранчо, как только узнал, что твое правовладение недействительное. Примерно такая сумма накопилась на моем счету в банке, пока я тут пас овец, и практически раньше досталась мне даром. Тем временем там еще наросли проценты, Тедди. Я подумываю о свадебном путешествии на яхте с белыми лентами по мачтам в Средиземном море. Потом гибридом, а оттуда в Норвегию. «А я думала», — шепнула Октавия, «о свадебном галопе с моим управляющим среди овечьих стат и о свадебном завтраке с миссис Макентайр на веранде и, может быть, с веточкой флерд-оранжа в красной вазе над столом». Тедди рассмеялся и запел. «У крошки Боп-Пип голосок охрип. Разбежались ее овечки. Не надо их звать, все вернутся опять». Октавия притянула его к себе и что-то шепнула, но говорила она совсем о других колечках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...